Ведущая передача «Уголовный процесс» Литвинова Софья Владимировна, адвокат, член коллегии адвокатов «Альфа». Добрый день, уважаемые зрители! Позвольте вам представить нового автора журнала «Уголовный процесс» Алию Рашидовну Шарипову, доктора юридических наук, доцента, профессора кафедры уголовного права и процесса Уфимского университета науки и технологий. Здравствуйте, Алия Рашидовна! Здравствуйте, Софья Владимировна! Алия Рашидовна, в шестом номере журнала «Уголовный процесс» за 2024 год вами была опубликована статья «Непроцессуальное поведение потерпевшего от ядрогенных преступлений». И давайте начнем, что такое ядрогенные преступления и как вообще возникла такая идея напечатать статью про потерпевших. Спасибо. Конечно, название «Ядрогенные преступления» условно. Я знаю, что не всем нравится это название, но ради удобства мы называем эти преступления так. В действительности это неосторожные преступления медицинских работников, связанные с причинением вреда жизни и здоровья пациентов в связи с оказанием медицинской помощи. В основном это деяния врачей, реже фельдшеров и медицинских сестер. Давайте обсудим, по каким статьям чаще всего квалифицируются ядрогенные преступления. И это же целый ряд статьй, предусмотренных в Уголовном кодексе? В действительности в Уголовном кодексе есть только один специальный состав, предусмотренный именно для медицинских работников, который применяется довольно редко и который особых сложностей на практике не вызывает. Это не оказание помощи больному. По статистике в среднем на всю страну приходится примерно 10 уголовных дел в год. Гораздо сложнее обстоит дело с действиями, а не с бездействием. Когда медицинская помощь все-таки оказывалась, но имела какие-то дефекты. И в этих случаях речь идет чаще всего о применении двух. Одной из двух статей Уголовного кодекса это либо статья 109 о причинении смерти по неосторожности, либо статья 118 о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ну и естественно с квалифицирующим признаком следствия ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Более редкие случаи квалификации по статье 238 это оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности и по статье 293 халатность. Один из серьезнейших вопросов на практике это выбор между причинением смерти по неосторожности и оказанием услуг не отвечающим требованиям безопасности. В чем выбор, в чем его подоплека? В том, что за первое преступление максимальное наказание составляет 3 года лишения свободы, а за второе 6 и соответственно значительно более длинные сроки давности. И кроме того первое преступление неосторожное, а второе преступление умышленное. В настоящее время практика постепенно вырабатывает критерии разграничения этих деяний. То есть по статье 109 должны квалифицироваться разовые случайные медицинские ошибки. А по статье 238 ситуация, когда организация медицинской помощи имеет какие-то системные изъяны, системные дефекты, которые не случайно, а практически неминуемо приводят к печальным последствиям. То есть если произошла такая ситуация, что врач во время катетеризации какого-то сосуда спровоцировал кровотечение, и это повлекло смерть пациента, то речь идет о применении статьи 109 о причинении смерти по неосторожности. А вот по статье 238 нужно квалифицировать совершенно другие деяния, когда, допустим, медицинское учреждение не организовало должным образом стерилизацию многоразовых хирургических инструментов, и это привело к заражению кого-то чем-то. Это ситуация, когда в стоматологии в принципе нет противошокового набора, и когда рано или поздно у какого-то человека возникнет аллергическая реакция и разовьется анафилактический шок, его будет нечем спасать. Или ситуация, когда на территориально большом участке есть всего одна бригада скорой медицинской помощи, у нее есть всего одна машина, рано или поздно она не успеет до кого-то доехать, этот кто-то умрет. Вот во всех этих случаях оказания опасных медицинских услуг неблагоприятный результат, он как бы запрограммирован, он наступит рано или поздно, и это достаточно опасное преступление, но оно не имеет никакого отношения к разовой ошибке, к разовой неосторожности конкретного врача. И, конечно, недопустим такой подход, который иногда возникает на практике, когда медицинские услуги толкуются так узко, в том плане, что врачи частных клиник заключают договор с пациентом, они оказывают услуги и подлежат ответственности по статье 238 «Оказание опасных услуг». А врачи, которые работают в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения, они работают в рамках страховой медицины, они договор на оказание услуг не заключают, они оказывают медицинскую помощь, и они несут уголовную ответственность по статье 109. Ведь это, конечно, нарушение равенства такое очевидное и недопустимое, на мой взгляд. Ну и еще одна распространенная, относительно распространенная на практике ситуация, которая вызывает некоторые вопросы квалификации, иногда провоцирует ошибки, это смерть ребенка при родах. Вот в структуре гидрогенных преступлений это относительно распространенная ситуация. Если доношенный ребенок родился мертвым, то это квалифицируется не как причинение смерти по неосторожности, а как причинение тяжкого вреда здоровью матери по признаку прерывания беременности. А вот если ребенок родился живым и через несколько минут умер, то это уже будет причинение смерти ему самому по неосторожности. Ну вот примерно. Почему, интересно, такая своеобразная градация, при том, что все-таки тяжесть указанных преступлений довольно разнится. И не всегда от врачей зависит возможность, что женщина родит здорового ребенка. Зачастую это еще и поведение женщины в период беременности, ее гормональный фон, ее состояние здоровья, генетика и многие-многие другие факторы. Но, к сожалению, практика исходит из этого. И давайте тогда обсудим, в чем вообще проблематика принятия процессуального решения по тетрогенным преступлениям. Мы начнем с самого начала принятия решения о возбуждении, либо об отказе в возбуждении, то есть после проведения доследственной проверки по заявлению. И бывают ли случаи проведения доследственных проверок вообще без заявления потерпевшего, пострадавшего, например, той же матери, а просто по факту, по сообщению медицинских учреждений или другие. Спасибо. Практика работы правоохранительных органов по любым заявлениям и по любым сообщениям о преступлениях такова, что правоохранительные органы стремятся возбуждать только те уголовные дела, которые в будущем будут иметь судебную перспективу. И в этом плане нитрогенные преступления не отличаются. 95% случаев, когда заявления пациента или заявления родственников умершего пациента являются поводом для возбуждения уголовного дела о гитрогенном преступлении. Но практически никогда сразу при получении заявления о гитрогенном преступлении уголовное дело не возбуждается, а назначается экспертиза. Потому что специфика такова, что без заключения по результатам проведения исследований невозможно судить о том, какова причина смерти. Даже об этом. После получения результатов экспертизы, если есть признаки преступления, возбуждается уголовное дело и начинается следствие. Но поскольку, как я уже говорила, в большинстве случаев речь идет о преступлениях небольшой тяжести, то по ним срок давности всего два года, а экспертиза даже всего одна и максимально быстрая, она примерно один год составляет. А с учетом того, что не всегда это так быстро и не всегда она одна, то приблизительная такая условная статистика, что на сто заявлений о гитрогенных преступлениях приходится один обвинительный приговор суда. То есть очень большая доля материалов по ним не возбуждаются уголовные дела. Если даже есть возбужденные дела, они прекращаются по реабилитирующим основаниям. И если даже дело не прекратилось, а дошло до суда, то суд прекращается в связи с истечением сроков давности. Так вот, до 2022 года экспертиза проводилась в среднем один год. И в основном эти экспертизы проводили региональные бюро судебно-медицинской экспертизы. С 2022 года почти все эти экспертизы переданы в судебно-экспертный центр Следственного комитета. Возможности гораздо скромнее, экспертизы, соответственно, делаются гораздо дольше. Я даже боюсь называть эти сроки, потому что это не один, не два, не три года та очередь, предполагаемая, в которой находятся исследования. Почему так произошло? В большинстве случаев исследование дает ответ, что смерть человека не связана с дефектами медицинской помощи. Этот ответ не устраивает заявителей о преступлении, то есть, как правило, родственник умершего пациента. И что они делают? Посуществовать с заключением эксперта спорить сложно, нужно обладать специальными познаниями. А вот сказать, что бюро судебно-медицинской экспертизы заинтересовано в результатах, потому что оно ведь подведомственно тому же Минздраву, как и больнице, в которой умер пациент. Вот сказать это легко, и поэтому этим часто пользуются заявители о преступлении. Вообще нужно понимать, что в делах о гидрогенных преступлениях имеет большое значение общественный резонанс. Они легко приобретают этот общественный резонанс, видимо, потому что попадают в какие-то болевые психологические точки людей. У нас люди в основном себя ассоциируют с пациентами, а не с врачами. И поэтому дела эти пиарятся, заявители зачастую стремятся к этому общественному резонансу и систематически жалуются на работу следователей, на заинтересованность экспертов, на то, что не возбуждается уголовное дело своевременно, на то, что слишком долго годами проводятся экспертизы и так далее. Причем я не имею в виду процессуальные жалобы, когда они обжалуют постановление об отказе в воспреждении уголовного дела прокурору или в суд. Я говорю о таких непроцессуальных жалобах, когда это все адресовано политическому руководству страны. И бывает такое, что в итоге процессуальные решения следователи принимают под давлением непроцессуальных жалоб. Я считаю, что это негативная тенденция, причем не только и не столько из-за процессуальной самостоятельности следователя, который находится под угрозой, но и из-за излишнего давления на медицинских работников. Но давайте скажем, что совершенно неважно, к какой статье будет отнесено уголовное дело или какое-то деяние, которое подпадает под признаки уголовного преступления, если будет общественный резонанс, то шанс, что это дело будет возбуждено, он очень велик. Причем не абсолютно неважно наличие всех признаков состава преступления. Пусть следствие возбудит, а там разберемся. Ну и поговорим о судебно-медицинском экспертизе, о полноте и качестве оказания медицинской помощи. Насколько я знаю, так как у меня в производстве находились подобные дела, что большинство указанных экспертиз проводится по медицинским документам. При этом обращу внимание, что зачастую даже не происходит вскрытие трупа. И уж тем более не происходит при проведении этой экспертизы осмотр и следование трупа только медицинские документы. Но бывают случаи, когда труп вообще не вскрывается. Бывают случаи, когда первоначальное судебно-медицинское вскрытие, которое проведено в медицинском учреждении после смерти, оно проведено неполное и некачественное. И что самое удивительное, что бывают случаи, когда те органы, которые подлежали вскрытию для исследования полноты и качества оказания медицинской помощи вообще не исследуются и не осматриваются. И более того, каждый факт смерти в медицинском учреждении создается комиссия. Комиссия должна прийти к выводам о причинах смерти и наличии вины. В действиях учреждения, либо конкретных медицинских работников. И дальше это идет в Росздравнадзор. И вот при том, что такой порядок существует, каким образом у нас все равно существует, скажем так, непорядок, в части того, что если проведена в медицинском учреждении, вся меддокументация в порядке, судмедэкспертиза и исследование трупа, и вскрытие трупа проведено после смерти. Росздравнадзор изучил документацию, сделал свои выводы о том, что отсутствует ненадлежащее оказание помощи. И после этого мы ждем еще и годами вот эту экспертизу полноты и качества. Вот ваше мнение, что надо сделать, чтобы этот процесс вообще как-то систематизировать, привести в порядок? Или может быть какое-то звено здесь лишнее или не хватает? Давайте я расскажу про экспертизы вообще и в частности о тех случаях, когда проводилось или не проводилось вскрытие. Вообще объективная сторона ядрогенных преступлений в принципе не может устанавливаться без проведения судебно-медицинской экспертизы. Это касается и случаев определения причины смерти, и случаев определения степени тяжести вреда здоровью. Но при этом нужно понимать, что предмет этих экспертиз – это качество медицинской помощи. И он гораздо сложнее, чем просто определение причины смерти или степени тяжести вреда здоровью в случае, например, убийства. То есть устанавливаются не только дефекты оказания медицинской помощи, но и причинная связь между этими дефектами и, допустим, смертью человека. И тут есть ключевой фактор, который абсолютно бесполезно игнорировать. Человек в принципе смертен. И одно дело, когда этот человек для какой-то рутинной диагностики обратился в больницу, он был условно здоровым, но ему в этой больнице вместо медицинского сульфата бария дали выпить промышленный сульфат бария. И через час он умер. В этом случае экспертиза определит, что причиной смерти стал дефект оказания медицинской помощи без особых сложностей. Но действительно конфликтные ситуации на практике возникают не в таких случаях, а тогда, когда это был тяжело больной человек, которому многократно делали операцию, или он умер во время сложнейшей операции, а иногда речь идет даже о том, что он уже находился в терминальном или вагональном состоянии, в этом состоянии ему оказывалась помощь, от чего он умер, и все равно речь идет о том, что это ядрогенное преступление. Так вот, в таких ситуациях определить, от чего он умер, от болезни или от лечения, гораздо сложнее, чем когда речь идет о здоровом человеке. Нужно понимать, что все больные, даже если их лечить совершенно правильно, не будут гарантированно выздоравливать. И в связи с этим не случайно, что уголовные дела в отношении врачей – это дела не в отношении диетологов или сомнологов, это уголовные дела в отношении хирургов, реаниматологов и акушеров, то есть представителей тех медицинских специальностей, которые сами по себе сложнее в плане прогноза для пациентов, в которых более высокая смертность заложена, она предполагается. Если говорить о проведении экспертиз непосредственно, то, конечно, большинство экспертиз, как их называют, бумажные, то есть они проводятся на основании медицинской документации, включая результаты вскрытия. В редчайших случаях есть судебно-медицинская экспертиза по трупу. И тут надо понимать, в каких ситуациях она может быть проведена. Это тогда, когда родственники сразу же обратились с заявлением о преступлении. В большинстве случаев родственники обращаются не сразу. Да, эмоциональную составляющую лиц близких нельзя отменять, и они приходят к этому решению только более чем через сороковой день или так далее, когда пройдут все... Конечно. ...их процедуры по захоронению. Да, но такой перерыв еще более или менее понятен с точки зрения эмоций и психологии. Но когда перерыв после смерти пациента составляет не неделю, не месяц, не сорок, а несколько лет, тут... Возникают вопросы вообще к родственникам, которые... Вопросы к родственникам. И самое странное, и, на мой взгляд, показательное в плане вот этого пациентского экстремизма, если это можно так назвать, это ситуация, когда родственники сначала обратились в учреждение здравоохранения с письменным заявлением с просьбой не проводить вскрытие их умершего родственника по религиозным или этическим причинам, а потом через несколько лет обратились с заявлением о преступлении, говоря, что он, этот умерший родственник, два года назад умер от неправильного лечения. И тут надо понимать, что, конечно, судебно-медицинская экспертиза по трупу, она несравнима более информативна. Более или менее результаты дают экспертизы, проведенные на основании медицинской документации, которые включают результаты вскрытия. Но если вскрытия не было, то перспектив установления причины смерти и связи дефектов оказания медицинской помощи со смертью никаких нет. Надо понимать, что по таким делам никто эксгумацию проводить не будет, потому что это ведь не мышьяк и не удар топором по голове. Там после захоронения никаких следов уже не останется. Особенно через несколько лет. Да, конечно. И вот в таких случаях никаких шансов на привлечение медицинского работника к уголовной ответственности нет, но все равно будет проводиться экспертиза, отнимая время и силы у всех, кто в этом задействовал. Вы знаете, я хочу обратить внимание наших зрителей и читателей журнала «Уголовный процесс», что в пятом, в предыдущем номере журнала «Уголовный процесс» за 2024 год Оксана Валентиновна Качалова, доктор юридических наук, написала статью, что Верховный суд оправдал патолога-анатома, якобы помешавшего установить вину врачей в смерти пациентки. И мы с ней снимали интервью, и там мы говорили о том, что было ненадлежащим образом проведено вскрытие трупа, не было проведено вскрытие мозга, были другие дефекты судебно-медицинской экспертизы трупа. И после этого родственники обратились в правоохранительные органы, что патолога-анатом, который проводил и не указал истинные причины смерти, является виновным в том, что нельзя привлечь врачей к уголовной ответственности. И три инстанции сочли эти доводы следствия и, скажем так, потерпевших, потому что они не пострадавшие, они потерпевшие, обоснованными. Только Верховный суд разобрался и сказал, что какое бы экспертное исследование патолога-анатом не провел, к смерти пострадавшего это не имеет никакое значение. И вред, и ущерб, причиненный смертью, никак не мог бы быть вызван действиями патолога-анатома. А вот были бы или не были привлечены бы врачи, это мы должны доказать в другом деле, но никак не в деле о патолога-анатоме. Такой вот удивительный случай, скажем так, выдуманной, надуманной, причинно-следственной связи одного от второго через третье, который сам по себе не очевиден любому нормальному человеку, оказался на столе у Верховного суда. Тоже такой вот удивительный момент. И зрители в электронном и бумажных журналах смогут прочитать эту статью, и она как раз будет идти в дополнение к вашим выводам и вашим доводам. Ну и давайте тогда все-таки вернемся к тому, что делать следствию, что делать потерпевшим, когда возникают такие мысли, писать заявление в следственные правоохранительные органы о том, что проводила судебно-медицинская экспертиза трупа. Или же в принципе, с учетом особенностей нитрогенных преступлений, тот минимизировать возможность получения истины, ну скажем так, она снижена? Как я уже сказала, в некоторых случаях родственники обращаются с заявлениями сразу, и, наверное, это как раз те случаи, когда что-то похожее на нитрогенное преступление действительно произошло. В этом случае при проведении судебно-медицинской экспертизы по трупу там и другие сроки, и другие перспективы привлечения врача к уголовной ответственности. Они более высокие. И я думаю, что, наверное, это те случаи, когда действительно что-то было не так с лечением или с диагностикой. Большинство остальных случаев, когда заявление подается спустя большое время, когда возможности проведения экспертизы, по трупу нет, они имеют очень низкие проценты, доли, шансы того, что кто-то будет привлечен к уголовной ответственности, но вся процессуальная деятельность и непроцессуальная деятельность будет вестись. И это имеет, конечно, последствия и для работы следователей, и для работы медицинских работников и учреждений. Алия Рашидовна, у меня к вам еще следующий вопрос. Ваше мнение о переводе процесса из уголовного в гражданско-правовую плоскость и желании получить возмещение со стороны потерпевших и отказ от уголовного преследования и предъявления гражданских исков. Вот корреляцию между уголовным и гражданским процессом гидрогенных преступлений. Спасибо. Я вообще всячески поддерживаю перевод этих споров в гражданско-правовую плоскость. Вот в микромасштабе применительно к конкретному делу заявителю о преступлении лучше не тратить время, силы, годы своей жизни на то, чтобы жаловаться, что кругом круговая порука, что корпоративная солидарность врачей мешает привлекать их к ответственности, что следствие слишком долго и так далее. Лучше обращаться с иском в гражданско-правовом порядке. Конечно, то, что это лучше будет для врача, который выступает ответчиком, это тоже нет сомнений, поскольку над ним не будет до моклого меча уголовной ответственности и все риски будут ограничиваться финансовыми потерями. Насколько мне известно, примерно 40% подобных исков удовлетворяется. Это совсем не мало. Намного больше, чем уголовный дел возбуждается по заявлению. Да, конечно. Да. Почему у нас граждане предпочитают обращаться в правоохранительные органы, а не с исками в гражданско-правовом порядке? Причем это же касается не только ядрогенных преступлений, а всего. Я считаю, что это такой правовой инфантилизм, когда граждане думают, пусть лучше компетентные органы все устанавливают, все доказывают сами, а я просто побуду жертвой преступления. Конечно, участие в гражданско-правовом споре требует гораздо большей самостоятельности, включая вопрос об оплате экспертизы, например. А вот если говорить в макромасштабе, я в принципе выступаю за глобальный перевод последствий медицинских ошибок в гражданско-правовую плоскость, когда профессиональные риски страхуются, и в случае наступления неблагоприятных последствий пациенты или их родственники получают страховое возмещение без суда, и без уголовного дела, и без гражданского дела. А уголовному преследованию, на мой взгляд, должны подлежать не все случаи врачебной неосторожности, а только в случае грубой неосторожности. Есть приблизительная ее формула, которая заключается в таких словах. Ни один здравомыслящий специалист при таких условиях не поступил бы таким образом. А вот случаи обычных, негрубых ошибок не должны влечь уголовную ответственность вообще для медицинских работников, потому что это проявление сверхтребований к врачам. Ведь они ошибаются не чаще и не реже, чем все остальные профессионалы. Просто цена их ошибки велика в силу самого рода деятельности. Уже сейчас перспектива уголовной ответственности за любую ошибку врача привела к распространению в медицине тактики защитной медицины, когда врач оказывает помощь, руководствуясь приоритетно не благом больного, а отсутствием в будущем претензий к нему по соблюдению, по соответствию лечения норматива. И вот по оценкам специалистов защитная медицина забирает гораздо больше жизни пациентов, чем врачебные ошибки. Я думаю, это говорит само за себя. Спасибо. Да, но и главное, что защитная медицина не ведет к развитию медицины, к развитию новых способов и технологий лечения и оказания медицинской помощи пациентам. Алия Рашидовна, я вас благодарю. Будем ждать новых публикаций на страницах журнала «Уголовный процесс». Будем приглашать вас к нам в студию, чтобы вы рассказали нам более детально ваши статьи. Я надеюсь, до новых встреч. С вами была ведущая адвокат Софья Литвинова в совместном проекте адвокатской коллегии «Альфа» и журнала «Уголовный процесс». До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok